Чао-чао, бунджорно! Максимально строгий собранный настрой на конжунтиво, потому что сегодня мы приступаем к серии выпусков про конжунтиво. Что такое конжунтиво? Конжунтиво, я думаю, что вы о нём услышали, узнали уже не на первом году обучения. Кто узнал на первом году обучения, тот, видимо, какой-то идёт цели с мимильными шагами, потому что обычно конжунтиво, некоторые до него вообще не доходят никогда. И это нормально, то есть не все должны знать, постигать конжунтиво, но кто до него доходит, сталкивается с такой ситуацией, как вы помните. Я помню до сих пор в каком-то фильме сказали, там, забудьте о том, что вас учили, сейчас всё будет по-другому. Вот примерно с конжунтиво та же история, ты вроде учишь-учишь-учишь итальянский язык, потом ты открываешь, вы открываете с преподавателем тему конжунтиво, и он тебе говорит, вот всё, что ты до этого знал, вот это всё не то, сейчас начнётся то. Почему вы так говорят? Потому что мы, когда учим итальянский язык, естественно, мы идём постепенно, то есть вам сразу не должны говорить, что в итальянском столько-то времён, что так всё сложно, всё там запутано и так далее. Естественно, об этом говорить не надо. Не нужно говорить о том, что из конжунтиво, не нужно исправлять его, да, то есть все это понимают. То есть когда на первом уровне вы говорите «пенсо ке», «фабель темпо» или «пенсо ке», что-нибудь происходит, это считается абсолютно нормальным. Да, это ненормальным считается уже, когда вы начинаете изучать конжунтиво, вам говорят, вот так вот говорить не надо, да, нужно сказать вот так вот. Что такое конжунтиво? Я начала от общего к частному переходить. Здесь у меня такая страничка, которая называется modi. Modi на итальянском языке — это наклонение, да, есть несколько наклонений в итальянском языке. Вот, посмотрите, сюда, modi. Первое, самое яркое, не зря они разными цветами выделены, это indicativo. Indicativo по-итальянски — это изъявительное наклонение. От слова indicare. Indicare — это указывать. И нет ничего более ясного и понятного, чем это наклонение. У него очень говорящее название, indicativo, от слова indicare. Оно указывает на факты, на что-то происходящее, да, на реальные существующие вещи. А это indicativo — это единственное наклонение, которое рассказывает нам про реальность, которое рассказывает нам про то, что происходит. Единственное. И первые, да, первые месяцы, первый год все учат его, да, indicativo. Настоящее время, presente indicativo, passato prossimo, imperfecto, tra passato prossimo, futuro semplici, futuro composto. Вот эти все времена — это всё indicativo. Мы указываем на какие-то факты, да, мы говорим, не знаю, il penarello e arancione, да, il libro e blu, не знаю, le nuvolio sono bianche. Мы указываем на какие-то факты, реально происходящие, происходившие, которые произойдут, да, то есть мы на что-то указываем. Это единственная реальность в итальянском языке. Все остальные три наклонения, которые я выделила другими цветами, это всё уже фантазии, так скажем, фантазии авторы и пропускание информации реальности через себя. Это imperativo, imperativo — повелительное наклонение, то есть мы пропускаем что-то через себя и на других направляем свои желания, да. Мы говорим, qui di la finestra, per favore, это не объективность, это я хочу, чтобы ты закрыл окно, да, это моё желание по отношению к тебе в данный момент. Qui di la finestra, dimmelo, скажи мне это. Dami un bicchiere d'acqua, дай мне стакан воды, да, это мои ощущения, направленные через кого-то, да. То есть я повелеваю кем-то, чтобы он осуществил то, что я хочу. Также у нас есть condicionale. Condicionale — это слово condicione. Слово condicione — это условие, да, это всё, что в русском языке у нас в частице «бы». Опять же, это не объективная реальность, это какая-то субъективная реальность, которую мы выражаем, наши какие-то желания, неподтверждённые новости, какие-то вежливые просьбы мы, да, адресуем человеку, мы говорим, io vori andare al cinima, или там potresti farmi un favore, ты бы мог мне сделать одолжение. То есть мы, вот реальность, которая есть, да, которую мы могли бы в индикативе выразить, мы её выражаем в condicionale, вот используя частицу «бы». Как вы понимаете, в русском языке эта частица «бы» тоже снимает с нас такие фактологические моменты и переводит нас в разряд чего-то субъективного. И последний вот здесь вот менее такой заметный, это conjonctivo. Conjonctivo, по сути, от слова conjoncion и союз, потому что там везде практически будет союз, conjonctivo показывает тоже на субъективность, на какую-то такую реальность, которую мы пропускаем через себя, да, то есть эта реальность пропущена через наши эмоции, то есть она уже субъективна, потому что я не говорю, что сегодня тепло, я говорю, я думаю, что сегодня тепло. Я думаю, что сегодня тепло, а кому-то покажется, что сегодня холодно, да, это разные у нас восприятия реальности, разное восприятие происходящего, и именно это выражает conjonctivo, ну, как и все остальные наклонения, за исключением индикатива, который указывает, что собака чёрная, а кот белый, да. Тут уже мы прибегаем к каким-то своим чувствам и будем говорить вот на уровне субъективности. Вот что такое conjonctivo, продолжим в следующей серии. Чао-чао!